ИТЭР ИТЭР станет одной из самых крупных установок, созданных человеком на Земле. Общая масса реакторного комплекса составит около 360 тысяч тонн, а высота более 60 метров. Удивительно, но успешное функционирование этого гиганта было бы трудно осуществить без таких крошечных элементов, как, например, алмазные детекторы. Эти маленькие устройства размером 4х4 мм, а толщиной всего 0,5 мм, представляют собой важнейшую часть одной из нейтронных диагностик ИТЭР – вертикальной нейтронной камеры. Изготовление детекторов – увлекательный и сложный процесс, и сегодня у нас есть возможность за ним проследить. Мы находимся на территории лабораторного технологического комплекса «Алмазный детектор» учебно-методического кластера номер 1 «Алмазная наноэлектроника и управляемый термоядерный синтез». Наша цель – разработка и изготовление нейтронных детекторов для вертикальной нейтронной камеры ИТЭР. В начале процесса изготовления детекторов их основа – алмазные пластины электронного качества – выступают на участок анализа материала. Аналитический комплекс для тестирования синтетического алмазного материала нейтронных детекторов предназначен для предварительного анализа состояния поверхности кристаллов алмаза и степени его дефектности. Сейчас мы находимся на участке контроля качества алмазных пластин. Для этого используется электронный микроскоп и другие измерительные приборы. Анализ качества синтетического алмазного материала проводится при помощи высокочувствительного электронного микроскопа. Этот электронный микроскоп, стоящий на пневмоподвеске, позволяет получить изображение с разрешения вплоть до нескольких нанометров. Программное обеспечение с высоким уровнем автоматизации, расширенные возможности для пользователя, значительным образом упрощают работу на комплексе. Сканирующий нанотвердомер позволяет с точностью до 1 нанометра исследовать рельеф поверхности кристалла. Важно, что контроль качества поверхности кристалла может быть осуществлен на каждом этапе технологического процесса. При обнаружении повышенной дефектности на аналитическом комплексе, кристалл направляется на дополнительную обработку. При возможности использования части кристалла, выбранные зоны с меньшей дефектностью вырезаются из кристалла. На этой стадии изготовления детектора происходят резко монокристаллических алмазных пластин и соответствующие металлической оснастки при помощи специального лазерного комплекса. Лазерный технологический комплекс «Диамакс» для резки алмазов и алмазных заготовок. Сердцем комплекса является лазер, он находится внутри корпуса. Производится очень точно, с точностью до десятых долей миллиметра рез алмазов, сапфиров и металлических пластин. Высокотемпературная вакуумная печь служит для устранения дефектов кристалла посредством отжига при температуре не менее 1500 градусов. Выдержавшие испытания и вырезанные алмазные пластины поступают на участок химической обработки для удаления органических загрязнений. На участке первичной обработки алмазного сырья производим химическую очистку алмазных пластин от органических загрязнений и снимаем металлические контакты. Разумеется, при таком процессе, как регистрация нейтронов алмазным чувствительным элементом, недопустимо наличие даже мельчайших примесей. Продолжение следует... После очистки алмазная пластина укладывается в металлическую маску и передается на участок напыления. В этой комнате у нас происходит напыление контактов на чувствительный элемент алмазного детектора. Алмазный детектор, помещенный в специальную вырезанную маску, сначала подвергается кислородной чистке ионным пучком. На данной установке... Продолжение следует... После обработки поверхности кристалла ионным кислородным пучком на установке ионной чистки мы будем на алмазный детектор непосредственно наносить металлические контакты на настольных напылительных установках ДЭСК-5. В среде аргона, поступающего по системе подачи газов в вакуумную камеру установки, на алмазную пластину напыляется слой металла, золота, титана, платины или алюминия. После напыления металлических контактов, алмазный кристалл помещается в специальную оправку из тонкой пластины сапфира и закрепляется двумя диафрагмами из бронзы или меди. Для съема электрических зарядов с металлических контактов чувствительного элемента используются едва различимые невооруженным глазом золотой или алюминиевой тоководы толщиной не более 30 микрометров. Приварка тоководов происходит на установке ультразвуковой микросварки под микроскопом. Теперь нейтронный детектор готов и ожидает установки в вертикальную нейтронную камеру. Вертикальная нейтронная камера есть подсистема нейтронной диагностики ИТР, предназначенная для измерения нейтронного потока в полоидальном сечении плазмы и определения профиля нейтронного источника. Вертикальная нейтронная камера работает в сложных экстремальных условиях, в условиях больших нейтронных потоков и высоких температур. И наша задача сделать алмазный детектор, который будет функционировать именно в этих условиях. И наш лабораторный комплекс успешно справляется с этой задачей. Производство алмазных детекторов – еще одно подтверждение того факта, что без малого не бывает грандиозного. Осознавая это, специалисты комплекса вкладывают в их изготовление не только свой высокий профессионализм, но и душу. Продолжение следует... Продолжение следует...